Метод Каминский. Извини, я опоздал. Я так понимаю, ты шарф к ансамблю подбирал. Вот так, да? Прям с порога яйца мне начинаешь крутить? Висят низко, достать легко. Они сказали, будут держать тебя в уме на гостевую роль. Не надо мне сластить пилюлю, я не маленький. Я ничего не слащу, я... Обманываю. А как на твоём фронте ещё встречаешься с... Как её там, Триски? Тристин. И... Нет. Ну, это ты зря, она славная была. Да нам и говорить было особо не о чем, она вдвое младше меня. Вдвое тебя младше всё равно старуха. Пошёл ты нахуй, Норман. Сам считай. Когда Барри Мэлмана отвезли в хоспис, ты тоже не дошёл из-за простуды. Но у меня и правда была простуда, не заражать же их. Ты боялся заразить насморком человека с раком мозга? Да. Это называется вежливость. Хорошо. Хочешь так думать, вперёд. Ага. Привет. Да что об тебя. Что? Мы с Айлин поспорили на сотню, что ты не придёшь. Какой молодец. Гость тебя оскорбляет. Хочешь приём потеплее? Верни проигранную сотню. Это что за цветы? Без понятия. Значит, твоя дочь покупала. Да. Ага. К тебе пришли. О, Сэнди. Пришёл. Проиграл. Привет. Ну, как ты? Как говно на палке. Не слушай. Ну, что поделать, если я люблю спать в одной комнате с женой? Столько лет в браке, смотрите, каков мистер романтик. Романтик, как же. Это он вечерние потрохушки высиживает. Или утренние, меня тоже устраивает. Как там у тебя? А ты что, торопишься куда-то? Нет, просто ты там засел с концами. Что ты от меня хочешь? Я описываю азбукой Морзе. Тире и точками. И какой из этого мне вынести урок? Неважно, иди спать. Я подоткну одеялко. Подоткнёшь одеялко? Ложись уже, блядь. Матершина, знаешь ли, признак умственной лени. Ну, прости. Прошу. Ложись спать. Так-то лучше. Жалкий ты уёбок. Она хочет, чтобы у неё был не пафосный гроб, а предпочтительно искорякали переработанные древесины затонувшего судна. Ну, веселье. Будем искать рухлядь. А-а-а. Писаешь, как я. Спасибо, что пришли. Норман, ты прости, что говорю, но когда сидишь живо по усопшему, все зеркала в доме нужно бы завешивать. Знаю, я просто не из таких евреев. Вот как? А из каких же ты евреев? Из евреев-атеистов. Понимаю, тебе сейчас тяжело. Ну, давай поменьшим удачества. Хотел, чтобы не оскорбляли, нечего было в раввин идти. Ну, а из плюсов? Минди сказала, похороны попали в твиттер. Да ладно. Да, мы, похоже, в тренде. Извините. Куда собрался? Я в уборную. Опять? Да, опять. Ты считаешь? Да, и там скоро двузначное число накапает. Ценю твое беспокойство. Этот заход я посвящу тебе. Конечно, садись. Точно? Да, садись. Кофе хочешь? Нет, уписываюсь потом. Ну да, он мочегонный. А у тебя нет уролога, что тебе нравится? Нравится? Урологи никому не нравятся, но хороший есть. Мне нужен его номер. Уже дал его Минди, она тебя запишет. Дела в моих штанах прям достояние общественности. Рад, что ты больше не отрицаешь очевидное. Вчера вечером я поцеловал женщину, а потом обоссал ей заросли. Повтори. На кусты у ее дома на сал. Ага. Да, это точно ели капающий крик о помощи. Издевательство. Самое печальное, напор у него получше моего. Часто вы сюда ходите? Нельзя так. Увеличенная простата. То есть... Вы часто мочитесь. Скажите мне то, чего я не знаю. Вчера я дошел до второй базы со своей медсестрой. Старая шутка, но это правда. Поздравляю. Через ваш пренис я доберусь до простаты и прочищу ее как тросиком. Боже правый. Да, для урологии настали такие времена. Но не будем забегать вперед. Снимайте штаны, ложитесь на бок. Я там покопошусь и посмотрим, что там. Вы все время говорите «мы». Вы меня наполняете. Не могу не спросить. Вот когда вы пошли на медицинский, как именно вас занесло в урологию? Меня часто спрашивают. И вы отвечаете... Многообразие. Члены, они как снежинки. Двух одинаковых нет. Скажите «а». Мне надо... Тушьтесь, тушьтесь, тушьтесь. Вы знаете, смешно, но даже геям это не нравится. Просто умора. Тушьтесь, ну же, мне нужно достать... Еще, чтобы я пальцем ее достал. И вот. Ну вот, вот. У-у-у. У-у, здоровенная простата. Может, у меня просто жопа сморщилась? Неплохо. Возьму в оборот. Вот. Вытирайтесь. Обнимашки. А вот это я уже слышал. Ну что, дорогой, как твой день? Один странный коротышка засунул мне в задницу палец. Ух. Завидую. Фи... А ты вот меня похвалил, потому что поцеловал, а потом пописал на мою изгородь? Ну, господи, ты все видела? Нет, сын видел. И, кстати, впечатлился. Прости меня. А зачем он ходит к урологу? Не твое дело. Мне это можно рассказать? Я самый неболтливый из всех, кого я знаю. Я вот просыпаюсь по утрам, и первая мысль, что сегодня у меня откажет. Открыть тебе тайну? Давай. Бывает, когда я сильно смеюсь, я подпёрдываю. Ох, ты ещё молодчик. Вот доживёшь до моих лет, и при каждом чихе будешь слышать, как в тазу что-то громыхает, будто мячик теннисный там скачет. Мы с тобой плывём на медленно тонущем корабле. Твой ещё плывёт? Мой «Титаник» уже давно встал на попа. Я ещё боюсь, вот вырежут мне простату, и прощай либидо. Оно у тебя ещё есть? Да. Ну, вроде как. Я когда со своей простатой мучился, я себя убедил, что мне помогут упражнения Кегеля. Серьёзно? Женщинам же помогают их в кармашки утягивать. И что, помогло? Нет. Но мой Анну стал увереннее в себе, а это уже полдела. К упражнениям приступил? Да-га. Присоединюсь. Звук бы ещё какой-нибудь. Это да, был бы эффект обратной связи. Это что, твой Кегель-звук? Да. А у тебя какой? У меня? Ну... У меня звук, который в сериале «Закон и порядок». Чун-чун. Чун-чун. Не. Мой лучше. Да, детка. Что? Что? Док, минутку. Ну, Норман, я перезвоню. Кажется, я зря выставил фибию. Нет, не зря. Слушай, со мной наконец связался уролог. Уэкслер, передай, чтобы его указательный палец в дробилку попал. Ну, я выпишу рецепт на альфа-блокатор, чтобы ручеёк журчал бодрее. Звучит отлично. Побочные? Ну, большинство жалуются на так называемую ретроградную эякуляцию. И это... Во время оргазма сперма вылетает не из пениса, а попадает в мочевой пузырь. Да вы, блядь, издеваетесь. А вот херушки. Ну, это ерунда. Зато минеты будут опрятники. Ну, не знаю. Половину удовольствия долой. Музыку поставить? Нет, люблю тишину. Лучше думается. И о чём ты думаешь? Ну, раз уж спросил о самоубийстве. Чьём? Моём. Умоляю, не убьёшь ты себя. Предлагаешь сам меня убить? Был бы очень благодарен. Как это печально. Я серьёзно. Думаешь, я бы поехал с вами, если бы ты не был мне дорог? Спасибо. Забудь, что я сказал. Хорошо, хорошо. То есть ты не будешь? Нет, этого не буду. Может так, Норман? Шучу. Я набью карманы лососем и пойду в лес на поиски голодного медведя. Хочешь сэкономить? Я же могу заплатить. Нет, я хочу держать тебя в поле зрения, чтобы не выкинул что-нибудь. Не буду я убиваться в индейском казино. Что, простите? Нет, нет, нет. Это он так шутит. Дай ей свою кредитку. Ладно. Один номер для меня и моего слабоумного племянника. Что тогда? У тебя успешный бизнес, любящая дочь. Ты встречаешься с чудесной женщиной, которая, похоже, не понимает, во что вляпалась. Знаешь что? Ай, ладно. Пусть. Проблемы тут только у тебя. В мире живет 7 миллиардов счастливых людей, кроме бедного, несчастного тебя. Твой сарказм прошел мимо ушей. Особенно этого. Поможешь ты или нет? 300 тысяч долларов. Приблизительно. Приблизительно. Когда клянчишь, надо точную цифру называть. Я же все вернул. Составим график платежей. Скажем, тысяча в месяц. В математике ты не особо силен, да? А что? А то. Это кредит на 25 лет. Знаешь, во сколько ты его выплатишь? В могиле. Ладно, давай 1100 в месяц. Живее не стал. Радуйся. У меня был обед с женщиной. Вот кобель. О чем беседовали? Да так, о том, о сем. Мертвые жены, мертвые мужья, мертвые друзья. Было очень славно. А этот музыкант звонит Бадди Ричу и говорит, а можно Бадди? А жена Бадди говорит, мне так жаль, но Бадди умер. Музыкант ей, а я и не знал мои соболезнования. А она завтра снова звонит, можно мне Бадди? А жена ему, я ведь говорила, Бадди умер. Музыкант, а, ну да, извините. А на следующий день опять. А можно мне Бадди? Жена в ответ, я вам в который раз говорю, Бадди умер. А музыкант, да я понял, но это так приятно слышать. Этот пердун хранит гондон с 1951 года. Зачем? Ну как, для контрацепции? Слушай, давай полегче. А ты не лезь, это все ты виноват. А я тут при чем? Я тебе говорил, что она хочет перепихона, а ты только подзуживал. Что ты знаешь про опиум? Пробовал пару раз в 60-х, не мое. А что? Думаю, вот наркоманом стать. Вот как? Да, как Диккенс или Китс. А, и писателем? Нет, просто наркоманом. И чтоб без иголок, я не джазмен. Цель в жизни – это хорошо. Боюсь, больше, чем рака, больше, чем... Черт, как же ее там? Ты про кого? Ну, про тетку. Какую? С этой, со штуковиной. С какой? Ну, которой раньше пшеницу убирали. Комбайн? Нет. Мексиканцы? Это уже четвертые похороны в этом месяце. В нашем возрасте это называется общественная жизнь. Волтер Уинчел? Вечер добрый, мистер и миссис Америка и всем кораблям в море. И к новостям. Все равно их никто не читает. На похоронах Марджи Гербер я подписался, как Марджи Гербер. ...сил, но уже оправилась. Ясно. Она знает три языка. И еще изучала химию. Ого. Химию! Сказал же Ого. Невероятная женщина. Может, наварить тебе опиума. Чего? Экзистенциальное отчаяние. А. Ни капли иронии. Ясно. Мы обменялись номерами. Куда-нибудь сходим вместе. Прекрасно. Рад за тебя. Вот так похороны удались на славу. Говнюк. Привет, бывший. Привет, бывший. Как оно в целом? Да как. Каждый день без тебя будто фестиваль единорогов и радужек. Да, аналогично. А я говорил, что у меня после развода волосы перестали выпадать. Рада слышать. Это ведь единственное твое достоинство. И почему я не придушил тебе подушки, когда был шанс? Яиц не хватило. То есть тебя это совсем не пугает? Нет. Но я удивлена тому, каким ты оказался старомодным. Эй, я не старомодный. Вообще-то, многие ученики в моей студии говорят, что я продвинутый. Да, да, ты говоришь с человеком, который ходит посрать в гендерно-нейтральный туалет. Какая восхитительная картина. Не благоу. Там висели кругом фотографии ее покойного мужа. Я видел две. Одной он верхом, на другой на круизном лагере. А ты разведку провел? А еще я нашел урну, кажется, с его прахом. И тебя это не отвратило? Да ты что, наоборот, даже возбудила. И хочешь почувствовать себя живым? Подержи чьи-нибудь останки. Я говорил, что для третьей жены поменял все сидения на унитазах. Той, что наркоманка. Героина, кокаина и таблеток она не боялась. А вот от мысли о том, как моя бывшая сидит на толчке, ее прям корежило. Ну, спасибо, теперь и меня скорежит. Да, прости, будем. Ты помнишь, как мы таскались с мешочками, набитыми ветками семенами? Да. Можешь не верить, но я как-то купил гашиша, а оказалось, зайчи говно. Говно? Серьезно? Ну, откуда бы я знал, как оно выглядит? Так катышки же, такие вот у них и катышки. А я не знал. Дела. А как забрало? Конъюнктивитом. Ну, если тебе полегчает, то я вот в школе купил вроде кислоты, а оказалось, тетрациклин. Ну, само собой. Как потреповал? Не знаю, но прыщи прошли. Мне уже нравится. Мы сможем обойтись без секса. В смысле, пожениться? Да ну тебя брось. Вот скажи, так уж ли он тебе сейчас нужен? Очень нужен. Несмотря на возраст, я еще в состоянии стояния. Если меня предупредить. Собака. Ну, открывайся ты. Все в порядке, сэр? Что? Да, да, офицер. Спасибо. Офицер? Выйти из машины и поднять руки так, чтобы было видно. Вот ведь... Да зачем? Это моя машина. А это прописанное лекарство для моего... Это лекарство по рецепту. Повторяю. Выйти из машины, руки над головой. Что за... Серьезно? 20 миллиграмм? Эй, мне 70 лет. Проявите понимание. Мне хватает пяти. А мне в твоем возрасте оно и не надо было. Стоял, хоть таблетками усмиряй. Все в порядке? Да, чисто. Извините. У нас тут участились взломы, поэтому, Дим... Понимаю. Удачи сегодня. Спасибо. Нет, ты прикинь, держи в руках его права, а он врет мне про возраст. Эй, 70 мне по версии АМДБ. Он же понимает, что я тут сижу. Ему все равно. Он сломан глубоко внутри. Ну, наконец. Спасибо. Вот кому точно пора на пенсию. Он еще тебя переживет. Тост. За Минди и Марти. Долгих им месяцев жизни вместе. Видишь? Сломан. Попробуй отрыгнуть, чтобы сбросить давление. Ну как? Нет. Попробуй пернуть, Норман. Газом не важно, откуда выходить. Пёрни. Ну ладно. Попу подними. В другую сторону. Ой-ой. Что? Кажись, с подливой. Шутишь? Нет, не шутит. Не шутит. О, господи, боже правый. Мартин. Так, ну все, Алекс. Скорую нам. Вы уж простите, ребят. Ну нахуй. Жить будешь. Тут больница есть прямо за углом. А ведь еще оставлял место для чизкейка. До этого уже поздновато. Сэнди? Я так скажу. Жизнь прожита зря. Нет. Ну что ты говоришь такое? Никогда не рисковал. Боялся неверного шага. А я не согласен. Ты помог тысячам детей стать достойными гражданами. Да хуй на них. Меня на днях один молодчик в офисе спросил, чем я голову брею. А ты ему что? Сказал, что обмазываю голову куриным жиром. Вот шалун. Да, знаю. Вот бы он пришел с запахом бульона. Отойду. Эй, у моего друга прием в полтретьего. А уже четвертый час. С кем тут трахнуться, чтобы нас приняли? А теперь депрессия. Ну вот, теперь пошевелится. Выпить таблетку, сходить на процедурку без конца. А он есть. Вот тебе анекдот. Я сегодня сцепился в поединке, кто дальше сыт, в ремесле с Элиссен Дженни. Спросил бы, кто победил, но мы оба знаем, как ты ссышь. Твое здоровье. И твое дружище.